Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у меня для вас горячие новости, горячие пирожки. Ранним-ранним утром на Дзене я уже опубликовала и спешу опубликовать на Ютубе, так как записываю два разных видеоролика. Ну, потому что, ну, правила разные. В общем, я получила посвежее информацию относительно суда, относительно Уралки, относительно сарафана. И также мне прислали скрины, и я хочу поделиться с вами этими скринами, конечно же. Скринами, скринами. В общем, поправляйте меня, если я неправильно ставлю удареньги. Я никогда не обижаюсь. Я живу в Белоруссии, и поэтому я могу, конечно же, ошибаться. И я всегда благодарна своим зрителям, если они меня поправляют. Как я говорю, чаще будете меня поправлять, я быстрее запомню, как правильно нужно говорить. Так вот, ребят, зачитаю то, что мне прислала моя подписчица, то есть пояснение относительно суда. И чтобы вы понимали, в общем, что к чему. Ну, и сразу я на экран буду выводить скрины, скрины, чтобы вы также, ну, могли тоже понимать, что эта информация достоверная. И она находится в свободном доступе. Она не скрыта. Считаю. На сайте Свердловского областного суда нашла информацию о предстоящем заседании, назначенном на 7-8-24 года. Судя по информации, Кочура подала иск на обжалование решения, решения вынесенного по статье 14.3 Федеральной антимонопольной службы. Но я в курсе всего двух эпизодов по нарушению ими рекламного законодательства. И то непосредственным участником там был Сафар. Потому рекламный контракт заключался с ним. Каким боком здесь Кочура вообще не понимаю. И что странно, заседание предстоящее будет проходить в Свердловском областном суде города Екатеринбурга по улице Московской. А дела Сафара рассматривал арбитражный суд Свердловской области по улице Вениамина Яковлева. То есть две разные инстанции. Дождёмся решения суда. Только так сможем узнать все подробности. Скрины прикрепляю. Я также их прикрепила вам, чтобы вы понимали и чтобы вы видели. И дополняю то, что это из свободного источника. То есть в свободном доступе находятся все эти данные. Ну а я, ребят, не знаю, что сказать. Но почему-то я всё же задумываюсь про Беллавку. Это же была последняя их такая, ну скажем так, крупная реклама. Которую мало того, что Уралка преподнесла неправильно. Мало того, что она неправильно называла сам интернет-магазин. Так там же ещё она неправильно тоже говорила о том, что заказы, получается, там отправляют бесплатно. То есть доставка бесплатная. Ну и во-вторых, ой, вернее уже в-третьих, да, что они, скажем так, облажались не только с рекламой, но ещё и оказались негодными для рекламы этого магазина. И помнится мне, Беллавка не только мне отвечала, но моим зрителям тоже, которые обращались туда и писали по поводу блогеров, которым досталась эта реклама, и что компания будет обращаться к юристу, и они будут разбираться на основании закона со всем этим. Поэтому, ну не знаю, это же всё-таки тоже реклама. Возможно, не вернули деньги за рекламу. Ну, либо видеоролик они там удалили, и что-то там замутилось, закрутилось, а реклама всё-таки была. В общем, не знаю, ребят, не знаю. Остаётся вот действительно и правда дождаться ответа, который будет уже официально опубликован, результата, да, вынесения, скажем так, приговора, да, вынесения приговора или не вынесения приговора. В общем, будем ждать. Но на самом деле, я вот не знаю, прикиньте, это же нанимает себе адвоката Сарафан. Ему лучше деньги выбросить на адвоката? Ну, как мне написали в комментариях, что это не адвокат, да, а просто юрист, но я думаю, что деньги этот юрист приличные берёт. Я думаю, что не дешёвый этот юрист. Проще ему выбросить деньги на юриста, нежели заплатить штраф. Это ж посмотрите, это якобы я не буду деньги платить, а я буду по судам бегать. Ну, бегайте, если вам нравится всё время носиться по судам, носитесь по судам, нарушайте дальше и опять в суд отправляйтесь. Кто же вам мешает? Вам, собственно, никто не мешает бегать по судам. У вас же железные нервы и толстые кошельки. Да, в суде нервы потрепать и при этом ещё деньги выбросить, вместо того, чтобы спокойно заплатить штраф. Ну, хотя тут непонятно. Но то, что это антимонопольная служба, но, как я вам уже объяснила, что это разные два дела, которые были на сафари, а сейчас на уралке. Поэтому столько непоняток. И я думаю, что позже, уже когда будет, значит, вся информация в свободном доступе, мы узнаем. Не будем гадать, не будем думать, не будем сочинять. Ну, посмотрим, посмотрим, что там да как. И я думаю, Уралочка неспроста рыдала. Возможно, как раз-таки по этой причине. Ну, тогда, когда она не показывала себя. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok